МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сынные атрибуты Нового года активно появляются во всех городах страны. По доброй традиции в Сарове новогодние ели уже устанавливаются. О том, что Новый год не за горами, нам напоминают не только сугробы, но и нарядные ели, которые в начале декабря появляются на улицах города. Елочки – это первые предвестники праздника. Вслед за ними появляются снежные городки и ледяные горки. А в темное время суток город засияет от множества огней и световых фигур. Две елки на площади Ленина. Также традиционно будет установлена елка возле Дома молодежи. В 2014-м в конце года мы приобрели световые объемные фигуры. Это три снеговика с музыкальными инструментами и олени. Они также традиционно будут установлены. Один у бывшего кинотеатра молодежный. И олени будут установлены в сквере за зданием администрации. Гирлянды на деревьях, светящееся панно, перетяжки с новогодними поздравлениями. Ответственные службы города, словно эльфы, трудятся, чтобы главный праздник года саровчане встретили в атмосфере волшебства. Предприятия города тоже не отстают и активно украшают фасады и окна зданий. Планируем еще разместить баннеры на щитовых конструкциях, праздничные баннеры. Не могу сказать точно пока, какого количества, но около четырех баннеров мы планируем разместить. Зеленые новогодние красавицы появятся также возле торгового центра «Атом» и около здания КБО по улице Курчатова. Покружить хороводы вокруг нарядных хелей можно будет в театральном сквере и парке культуры. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Учеба в институте не только посещение лекций, практических занятий, сдача сессий и защита диплома. Для многих студентов это еще и начало учебной работы. В стенах Саровского физтеха прошла 19-я студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам. Здесь присутствуют студенты третьего курса физико-технического факультета и факультета информационных технологий. И они, изучая предмет социологии, подготовили исследовательские доклады, работали командами и разрабатывали тему «Институциональная среда и модернизация России». Конференция вызвала интерес не только в студенческой среде. Пристальное внимание к темам работ провело руководство института, представители администрации города и градообразующего предприятия. Четвертая мировая война или индустрия 4.0 – одна из самых интересных работ этой конференции. В ней ребята подняли вопрос о развитии искусственного интеллекта и последствиях компьютеризации общества. В настоящее время информационные технологии развиваются все стремительнее. И непонятно пока, в какую сторону это развитие приведет человечество. Либо это будет Четвертая мировая война, то есть когда компьютеры поработят человечество. Либо же мы получим системы «Умный дом» и подобные. И компьютеры будут работать нам на благо. Два с половиной месяца подготовки, бессонные ночи и горы проштудированных книг и статей. По итогу подготовки ребята взглянули на компьютерные технологии в новом свете. И проработали теоретические сценарии, к чему может привести глобальное использование новейших технологий. Некоторые сценарии это либо экономический и энергетический кризис, или интернет-хунта, то есть захват персональных данных каждого из нас крупными монополиями, такими как Apple или Google. Ну или же, как я уже сказал, индустрия 4.0, когда все будет на благо человечества. Более 15 проектов, два дня работы конференции и десятки выступающих. Размах, с которым ведется научная работа в СРФТИ, это показатель научного роста и студентов, и преподавательского состава. Кирилл Васеньев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Сарова, 24. На выходные в приемную семью Департамент образования проводит акцию «Каникулы дома». Горожанам предлагают рассмотреть вопрос о том, чтобы на время новогодних каникул, выходных и праздничных дней временно принять в семью ребят в возрасте от 4 лет, оставшихся без попечения родителей. У детей появится возможность побыть в семейной атмосфере, а у взрослых – подумать, действительно ли они готовы воспитывать приемного ребенка. За подробной информацией обращайтесь в Департамент образования по телефону 4 9016 4 9014 4 9008. Клубы молодежного центра «Инсайт» и «Лотос» примут участие в научно-исследовательской конференции «Веление времени». В заочном этапе волонтеры клубов представили проект благотворительного марафона «Город единства непохожих», реализуемого на территории Сарова 5 лет подряд. Защищать проект в Москве будут руководители «Инсайта» Елена Севцова и волонтер Екатерина Кузнецова. Лауреаты конференции получат льготы при поступлении на гуманитарные факультеты большинства государственных вузов России. В регионе выберут лучшего электрогазосварщика. Восмотр конкурс профессионального мастерства проведут Министерство энергетики из ЖКХ Нижегородской области совместно с областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения. За главный приз будут бороться специалисты из Сарова, Арзама, Собора, Нижнего Новгорода, Семенова, Воскресенского и Павловского районов. Победители конкурса получат почетные грамоты и денежные призы. Кроме того, почетной грамотой учредителей и специальным призом будет отмечен лучший молодой рабочий. В детской библиотеке Пушкина в рамках проекта госкорпорации «Росатом» «Школьник Росатома Сибири портфель пятерок» начатого при поддержке городского департамента образования в этом году встретились ученики средней и старшей школы и представители городообразующего предприятия. Сегодня у нас урок. Мы его называем урок внефоведения. На тему значимости экологической безопасности он проходит в рамках проекта «Школьник Росатома Сибири портфель пятерок». Чтобы одержать победу в проекте, ребятам, подавшим заявку на участие, необходимо было учиться только на пятерке по физике, химии и математике, а по остальным предметам иметь не ниже оценки 4. Их в конце года торжественно наградили вот такими замечателями. Мы их называем «Оскарами» на празднике знаний, который нам организовал Дом культуры. Многие из присутствующих на встрече детей точно знают, куда идти учиться и работать после школы. Семиклассница Маша мечтает в будущем заниматься наукой. Попробовать свои силы она решила именно в проекте «Школьник Росатома Сибири портфель пятерок». «Для меня больше всего понятна как раз-таки математика, физика и надеяться, что химия. Ну, я пока в седьмом классе, поэтому не знаю. Вот. Есть такие мысли о том, чтобы поступать в наш институт». В актовом зале детской библиотеки не было пустого места. С увлечением ребята слушали лекцию по экологии, отвечали на вопросы, участвовали в интерактивной викторине, подготовленной сотрудниками внефа и библиотеки имени Пушкина. По итогу встречи Мария пришла к выводу, что сделать город чище и уютнее – это в ее силах. «Вообще частенько замечаю то, что люди не доходят до мусорки, хотя она в метрах 50, не больше. И они выбрасывают мусор на улицу, то есть на траву. И я этого не понимаю, как так можно, потому что ты же видишь то, что вот урна, подойди и выброси, пожалуйста». Участие в школьниках, в проектах и встречах под эгидросатома продолжится и в наступающем году. В программу «Собери портфель пятерок» на 2017 год подано более 250 заявок. А это значит, что будущее российской науки в надежных руках подрастающего поколения. Кирилл Васенин, Владимир Лизик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В день борьбы со СПИДом в молодежном центре в доступной форме собравшейся молодежи рассказали о самом серьезном заболевании современности – ВИЧ-инфекции. Провели встречу опытные тренеры из Нижнего Новгорода, активисты движения «Дэнс Фо Лайф». «Еще есть люди, которые не знают, что такое ВИЧ, что такое СПИД, или, по крайней мере, знают какие-то, в первую очередь, слухи, мифы и не совсем понимают, что это такое. Кроме того, то есть как способы защиты и передачи, есть еще какие-то стереотипы о том, что ВИЧ – это, в первую очередь, заболевание людей, которые употребляют наркотики, наркозависимые, или же, которые ведут нездоровый образ жизни, в то время, как это, по сути, касается каждого». «Говорить с молодежью на понятном ей языке, через музыку, танцы и социальные сети – это делает проект «Дэнс Фо Лайф» доступным для всех. На встрече ребятам из Сарова рассказали и показали в танце, как привлечь внимание общества к проблеме ВИЧ и СПИДа». «Мы с своей стороны пришли, им рассказали, объяснили, то есть мы с ними работали, они с нами. Мы вместе пришли к пониманию, что такое проект «Дэнс Фо Лайф» и как преподнести эту информацию для тех, кто придет, скажем, сегодня, ну и в будущем, с кем они будут работать». Екатерина – одна из тех, кто в этот день пришла на встречу и включилась в проект «Дэнс Фо Лайф». Она, как и многие собравшиеся ребята, считает – информирован, значит, вооружен. «Я считаю, что людей, конечно же, надо информировать, потому что, если ты знаешь информацию, то, столкнувшись с этой ситуацией, ты будешь знать, как себя повести. Плюс ко всему, люди, которые не знают, что такое ВИЧ, которые не знают, что такое СПИД». В обществе существует мнение, что это заболевание – удел людей, ведущих аморальный образ жизни, и что заразиться можно, даже просто находясь с человеком в одном помещении. Участники проекта разрушают этот стереотип. «Ребята, которые столкнулись с этой проблемой, с ВИЧ, со СПИДом – это абсолютно нормальные люди, они такие же, как мы все, и ничем не отличаются, кроме того, что вот они принимают определенные таблетки». Эта проблема может коснуться каждого. Узнать больше о проекте «Дэнс Фо Лайф», присоединиться к нему и внести свой вклад в борьбу с пандемией 21 века может любой желающий. Сделать это просто. Необходимо обратиться в городской клуб волонтеров «Инсайт». Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В эти выходные в городе прошло мероприятие, которое не оставило равнодушными всех любителей усатых и хвостатых. Международная выставка кошек «Зимняя сказка». В доме молодежи собрались кошки различных пород – милые скотиши, игривые бенгалы и величественные мейн-куны. Выставка «Зимняя сказка» проходит уже несколько лет. И если дети и их родители приходят сюда полюбоваться на четвероногих друзей, то у участников выставки более серьезная цель. Они пришли сюда завоевать кубки и титулы. «На выставку приглашены эксперты из Москвы. У нас работают три эксперта. Они оценивают кошки. Кошки получают свои звания. Вот уже подходит наш замечательный эксперт Елена Анатольевна Гудкова, которая будет проводить этот ринг. Она будет оценивать этих животных. Из всех представленных животных будет выбрано десятка лучших, и они будут расставлены по местам». «Прекрасный, контрастный тиккинг. Ровный без дефектов плот. Гармоничное тело». Екатерина – хозяйка скотиш-страйка с именем Арбуз. Коту всего три года, но за это время он уже успел дважды поучаствовать в выставке. И в этом году стал победителем в монопородном шоу. «Арчи у нас не любит спать. Будет всех с утра раньше, чем будильник. Сейчас поставили елку. Очень любит елку жевать. Играет со всеми игрушками». «Когда к нам приходят гости, все им восхищаются, восторгаются. Я решила его показать, чтобы люди тоже начали заводить таких же котов красиво». Помимо любителей, на выставке были и настоящие профессионалы. Ирина и Диджей Бест – гости из Владимира. И к нам в город они приехали с единственной целью. «У меня кот порода маякун, ему 11 месяцев. Вот приехали, чтобы закрыть ситул чемпиона». Питомец Ирины – победитель уже ни одной выставки, поэтому его хозяйка, как никто другой, знает, в чем секрет успешных выступлений. «Это кропотливая работа любого заводчика. Это уход, правильное кормление, ну и, конечно, любовь к животному». Большое количество кошек, а желающих их погладить – еще больше. Казалось бы, это настоящее испытание для четвероногих, но нет. Большинство котят без проблем шли на руки и играли со зрителями. Также в рамках выставки был организован конкурс детских рисунков и розыгрыш призов. Мария Рунич, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова